Здарова всем ребята, меня зовут Кент АПК и прямо сегодня хотел бы вам рассказать про будущее обновление 0.14.0 Вы мне наверное скажете, ооо, Кент, прикрути обороты, только недавно вышло обновление 0.13.0 Ну ребята, ну а что поделать, если разработчики выложили вот такой вот пост в своем дискорд канале Кажись мы что-то забыли Ааа, поставить лайк и подписаться на канал Кент АПК Братанчик, поставь лайк и подпишись Ну а теперь давайте обо всем немножко подетальней Недавно разработчики в своем дискорд канале выложили вот такой вот пост В этом посту написано Те люди, которые сделают концепты на определенные темы, то они получат награду 10 тысяч голды Для чего же разработчикам концепты? А все очень-очень просто, потому что самые лучшие концепты они реализуют в игру Хочу сразу сказать, что все далее сказано, это всего лишь мое оценочное суждение Но в то же время подумайте сами, а зачем разработчикам просто так кому-либо давать голду за концепты? Ну скорее всего и логичнее всего для того, чтобы потом реализовать эти самые концепты в игре Ну а теперь я предлагаю каждую тему рассмотреть как можно детальнее Потому что тем довольно-таки много и это все очень интересно Конечно, ребятки, все там написано на английском языке, ну как говорится My Fashion Profession, поэтому я для вас перевел в Google Переводчики И давайте смотреть на перевод И первая тема для этого конкурса это голосовые команды Что же такое голосовые команды? Ну это короче вы, например, бежите на B, нажимаете на кнопочку и там выбираете Все бежим на B Или нажимаете кнопочку и нажимаете Все идите за мной Те, кто играли в CS GO или просто в CS, они понимают о чем идет речь Как по мне очень прикольно, но к сожалению эти команды никто не будет воспринимать всерьез Потому что всякие наглые школьники будут просто на просторуфлить и нажимать все подряд Вторая тема для концептов это ежедневные квесты Конечно, ребята, это очень круто, очень классно Если все это добавят, то я буду их выполнять Но что-то мне подсказывает, что если их и добавят Там будут призы наподобие одного бокса Или наподобие там 50 серебра Ну короче, они будут несущественные Дальше у нас идет смена погоды на картах Конечно, безупречно, это было бы очень круто Но зачем? Скажите мне, пожалуйста, зачем смена погоды? Я представляю, играем ММ и тут дождь начинается Ну, ребят, ну камон, ну это вообще не надо Далее, новый тип гранат Ребят, если вы не играли в CS GO Вы, наверное, подумаете, что действительно какой-то новый тип гранат Если вы играли, как я, то я скажу так С уверенностью 99%, новый тип гранат это коктейль Молотова Потому что у стендов есть плохая привычка воровать идеи у более популярных игр Я вот даже, вот даже интересно нашел концепт на новые гранаты И он тоже был на коктейле Молотова, посмотрите Вот он сам коктейль Молотова Чувак кидает гранату и коктейль Молотова тупо загорается Конечно, все это реализовано нереально убого Но сама концепция вам должна быть понятна Следующий пункт, это у нас настройка персонажа Что же это такое? Как я понимаю, скорее всего, это возможность там добавить бороду Сделать волосы длинными, короткими и так далее Но как по мне, это все лишнее Потому что зачем все это надо? Это же не Sims, это же не Майнкрафт Это же стендов, это серьезная игра Тут не должно быть всяких чудиков Ну а дальше, ребятки, у нас идет стендов 3 Я, конечно, не понимаю, что у разработчиков было в головах Но мне кажется, что это просто не профил написали Такие типа, а давайте сейчас стендов 3 напишем Посмотрим, что они поделают Ну а что, касаемо стендов 3 То у меня уже есть стендов 3 проложение Ребятки, посмотрите, видите, сверху ярлычок стендов 3 Вот еще, вот, вот, стендов 3 Давайте посмотрим Я еще раз введу, введите 1 Потому что, мало ли, кто из вас не видел То я уже раньше делал обзор на стендов 3 Сейчас просто прорете Введите 2 Сейчас, 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 сейчас Это тоже концепт, давайте тоже этот концепт добавим Вот, типа, концепт на тему стендов 3 Мы вас развели Это мне какой-то мой подписчик сделал И меня зарофлил Дальше у нас в списке идет режим битва кланов Ребята, это очень круто Потому что почти каждый игрок состоит в каком-то клане Ну или состоял когда-либо И прикиньте, как было бы классно Если бы, допустим, клан Киборги Кидает вызов клану Сейнс и говорит Да вы там все новые полные Го дуэль, го клановые войны Мы дуэлимся и статистике показывается Кто проиграл, кто выиграл Поэтому, ребята, клановые войны Это просто отдельная тема для рассуждений Хэштег Добавьте клановые войны Ну а касаемо самого концепта На все эти клановые войны Ребятки, вот посмотрите на пример Это реализовал мой товарищ Александр Он красавчик Посмотрите Вот тут есть история клана То есть тут видно, с кем клан сражался Тут видно, он проиграл или он выиграл Тут видно состав клана Тут, короче, ну все как надо Поэтому клановые войны должны быть обязательно Дальше у нас идет граффити на стенах Ребят, это было бы очень-очень классно Потому что я уже представляю Вот я кого-то там жестко выношу И только подбегаю к стене И делаю граффити Конечно, я и жестко кого-то выношу Это две несовместимые вещи Но, тем не менее, это было бы очень неплохо Если вы до сих пор не понимаете, о чем идет речь То прямо сейчас вам покажу пример из CS 1.6 Вот парниша смотрит на стенку Нажимает на кнопку И появляется граффити Это было бы очень классно Тем более, граффити можно делать совершенно любой То есть вы можете загрузить свой граффити Далее у нас идет учебная карта Что же это такое? В многих играх есть учебная карта Где вы можете потренировать именно свой АИМ Как это выглядит? Ну, например, вы стоите с оружием в руках, да? И перед вами вылетают разные мишени Надо по ним попадать Вы так очень хорошо тренируете свой АИМ То есть каждый из вас может сделать свой концепт И чисто гипотетически получить 10 тысяч голды Но лично я уже нашел победителя Вот по моему мнению Есть человек, который делает нереально годные концепты И о нем мало людей знают Если вы хотите, чтобы я сделал обзор на его видео Где он добавил все эти идеи То, пожалуйста, давайте наберем 10 тысяч лайков Поэтому, ребятки, пожалуйста, поставьте лайки И самое главное Подпишитесь на мой канал Ну, это не сложно Ну, почины, пожи, подпишитесь С вами был Кентуха Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok